Окей, поехали. Что-либо делать человеку, если у человека свобода выбора или все предопределено. И это опять-таки один из вот этих вот моментов свобода выбора или предопределенность. Это один из фундаментальных вопросов человечества, бытия, религии, философии. И я, значит, начал говорить, что действительно есть и грязные подходы, русское православие, разные детки ислама, которых на самом деле очень много, которые утверждают, да, вот все в руках Всевышнего, все в руках Бога. Я шайтан попутал, бес попутал, сатана попутал. Я, не я, корова не моя. Я здесь не отвечаю. Вот так как Бог все делает, то и, соответственно, какие-то проблемы, грехи, ошибки, недостатки, неверные шаги, это все не я. Да, то есть, если есть фатализм и предопределенность. Опять-таки, сразу здесь же зачитаю вам мнение Рамбома на эту тему и потом раскрою ее довольно длинно, наверное, сегодня не успеем полностью пройти эту тему, что говорят мы в Сталмуде на эту тему. Итак, Рамбом вилхот чува в законах Чувы, в Мишне Тора, значит, пятая глава, первые, значит, пять Аллахот, говорит так, Решут лохоледам ментуна, им лицеля тот ляцмодда рехтова, вилет садик, решут баядовы хули. Перевод. У каждого человека есть возможность определить, наклонить себя в ту или иную сторону. Если захочет наклонить себя и быть праведником, есть такая возможность у него в руке. Если захочет наклонить себя, направить себя в сторону зла и плохих вещей, есть у него возможность и сила в его руке пойти по пути быть злодем. И Всевышний не приказывает над каждым человеком с самого начала его творения, будет ли он, этот человек, быть ли ему праведником или злодеем. И по мнению тех, кто думает, что Значит, и это мнение, которое вот сейчас Рамбом привел, оно основное мнение, если хотите. Мы сейчас увидим, что Сламут довольно много приводит и возражений против этого мнения. И как Рамбом объясняет, что это главное мнение, как сказано Шенеймар в Торе, Как написано в Торе в книге Дворим, Маша говорит перед своей смертью, вот я дал тебе жизненную смерть и выбери жизнь. Да? То есть, мы видим напрямую из Торы, что у человека есть возможность выбора, а не за него кто-то. Всевышний, или Дворождение, или Звезды, сейчас увидим, кто-то выбрал. Кламар, то есть, решут биатхэм, то есть, у вас есть возможность выбрать то, что человек захочет своим сердцем делать, и это так, возможность выбора. Мемосебный Адам, значит, оно действие всех людей, между плохими действиями, между хорошими. То есть, нельзя утверждать, что если я сделал, что-то плохое, бес, шайтан попутал, это не я. Это выбор человека. И поэтому нужно сдать, несомненно, зная, несомненно, человек, что действие человека в руках человека, самого. И не, Всевышний не притягивает человека направо или налево, и не приказывает ему что-то определенное делать, Всевышний. И поэтому, Рамбам говорит, сказано у пророка, в пророках, что человека судят по делам. Это байсный принцип, заложенный в Аллахе, да, то есть, человека судят за его дела, по его делам, между плохими делами или хорошими делами. То есть, Рамбам напрямую нам говорит, вот, если мы хотим, философию, значит, и его, и иудаизма. По его мнению, что, опять-таки, есть свобода выбора. Есть свобода выбора. И также есть у Рамбама, значит, Шмоны Пракин, да, значит, он действительно Мишны. Значит, он говорит, что есть мудрецы звезд, астрологи, говоря нашим языком, которые думают, что когда человек рождается, да, значит, и вот эти вот звезды или их сила, она, значит, положит человека, поставит вверх или вниз, правое или влево, и человек обязан делать то, что он делает. Это, опять-таки, мнение мудрецов звезд, астрологов. И Рамбам его называет Шигенот, сумасшествие. Это не просто неверно, это сумасшествие. Это ровно наоборот из того, для чего Всевышний сотворил мир. Окей, это мнение Рамбама. Опять-таки, в Торе, в самой, в письменной Торе, да, значит, мы видим, что действительно у человека есть свобода выбора, как Рамбам цифрит книгу «Дворим», выбери жизнь, да, а вместе с тем, опять-таки, у нас в Танахе, в Писании есть, например, знаменитая книга Куэля «Царя Соломона», Которая довольно пессимистична и которая довольно фаталистична, да, в которой говорит, что было, то и будет, солнце сходит, солнце заходит, поколение приходит, поколение уходит, и ничего не меняется. Примерно в таком стиле, да. Поэтому, казалось бы, у единого человека очень мало возможности что изменить, да, значит, это, по мнению, вот, имена книги Куэля, вот эта книга «Царя Солома» писала, другие книги там. Немножко по-другому написано. Есть известная цитата из пророка Ихескеля, который отвергает этот вот фатализм и детерминизм. Детерминизм, опять-таки, в нашем сегодняшнем понимании это все предопределено. Значит, Ихескель, 18 глава, второй посуд, говорит так. Малахем, а тем машли метамаша лазе аледмат Исраэль, леймор, а вот яхлубос, рушеней баним тегаена? Эритический вопрос. Что вам, говорит пророк, вы приводите этот пример на земле Израиля, говоря, отцы кушали недозревшие плоды, и зубы их сыновей, они потемнеют? Эритический вопрос. Конечно же, нет. То есть у нас есть некая ситуация, в которой евреи говорят, что детерминизм предопределено. То, что наши отцы грешили, все, нам уже ничего не остается, мы потерпим наказание за них. То есть на языке пророка отцы ели пра-отцы, предки, ели несозревший плод, и из-за этого страдают дети, у них зубы потемнеют. Пророк говорит, нет, ничего подобного. Пророк отвергает этот подход Ихескель и говорит, душа, которая согрешила, она умрет. То есть если отцы кушали что-то не то, они потерпят наказание, но не дети и не зубы детей. И здесь опять-таки мы переходим в Талмуд. И в Талмуде опять-таки есть масса разных историй и мнений, очень часто, как естественно, в Талмуде противоположных, которые смотрят на проблему со всех сторон и каждый со своей колокольной. Итак, я приведу тут относительно много рассказов, после которых мы подведем некую сумму. Итак, первая история Дараша Рабиханина Барпапа из Талмуд-Неда, Бавли, 16.2. Гаврил Рабиханина Барпапа. Ангел, который отвечает за беременность. Женщина, есть такой ангел, отвечает за беременность. Лайла, имя его. Хорошо. Он берет каплю мужского семени, стартель Всевышнего и говорит перед ним. Господин мира, в кого эта капля превратится в будущее? В героя или в слабого? В умного или в глупого? В богатого или в бедного? Ну, согласно этому высказыванию, так и да, все предопределено. То есть человек еще не родился, он еще капля. И уже за него решается в героя или в слабого, в умного или в глупого, в богатого или в бедного. Ну так это же не праведник и злодей? Совершенно верно. Но продолжает Рабиханина Барпапа. Но не говорится в злодея или в праведника. И поэтому Склад Рабиханина все в руках небесных, кроме богобоязни. Конец этой истории. То есть мы видим здесь несколько вещей из этой истории. Во-первых, да, есть некая предопределенность. Есть в героя или слабого телом, да? Умного или глупого головой, мозгами. Богатого или бедного в банке, да? И так далее. То есть есть некий элемент предопределенности в жизни, который, несомненно, Рабиханина Барпапа замечает и называет напрямую. Например, человек не все выбирает в этой жизни. Человек не выбирает родителей, поколения, страну. Масса-масса вещей, да? Родители не выбирают, как говорится известная пословица, да? Есть масса-масса вещей, которые человек не выбирает. А он рождается в существующей реальности. Это то, что говорит Талмуд в героях. Слабого, умного, глупого, богатого, любитого. И потом увидим, можно ли и это изменить. Талмуд про это тоже, конечно, спрашивает. Но каким будет сам человек, не предопределенно. То есть в конечном итоге предопределенность, она очень ограниченная. Она некая материальная. Но духовной предопределенности абсолютно нет. Злоделев праведника не говорится. Хорошо. Следующая третка. Талмуд, Навилонский Талмид, Талмид 32. Десять вещей спасил Александр Македонский, старейший Негева. Действительно, когда Александр Македонский захватил Израиль, он был в Израиле, общался с мудрецами. И вот, согласно Талмуду Талмиду, десять вещей спасил Александр Македонский, старейший Негева. Спросил их, кто есть мудрый. Да, ведь мы в прошлом абзаце говорили, вы умного или глупого. Талмуд тут же пытается понять, кто такой умный. Спросил их Македонский, кто есть умный. Ответили мы, тот, кто предвидит будущее событие в зародыши. То есть, то, что маленько-маленько, оно завтра станет центральной частью мира. Спросил македонский мудрецов, кто есть герой. Ответили мы, тот, кто сдержит свои страсти. Как в Перке, вот ровно. Спросил он их, кто есть богаче. Я веду себя, богатый он или нет. Ответили мы, тот, кто доволен собственной долей. Это классические ответы еврейской традиции, которые, опять-таки, как правило, известны через Перке, обучение отцов, значит, о том, что не обязательно герой, это тот, кто берет город, да, там, Чак Норрис, условно, или Ардон Чфатснеггер, да, не обязательно богатый тот, кто действительно владеет банком, не обязательно, значит, мудрый, это тот, кто, там, знает массовый языковый, профессор, доктор, мы видим это каждый день разных науков, а мудрый тот, кто предвидит будущее из мельчайших деталей. Дальше. Написано, написано в Торе, и уберет от тебя Господь все болезни, да, то есть, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, то написано в Кикидворим 7.15, да, Господь уберет от тебя все болезни, будешь здоровый, не жместерство здравоохранения, не нужны все сегодняшние проблемы, которые мы с несчастьем имеем. «Сказал Рабиханина, уберет от тебя все болезни, это холод, как сказал Рабиханина, все в руках небесных, кроме жары и холода». Опа! Это тот же вот Насрабиханина, тот же Рабиханина, про который мы говорили, который спрашивал, будет ли герой или слабый, умный или глупый, бедный или богатый, который тут же на месте ограничивает прямую цитату истории. В Торе написано, Бог оградит от тебя всех болезней. Рабиханина говорит, да, от всех, кроме холода и жары. Опа! То есть есть вещи, холода и жара, которые, Рабиханина, это Баба Мессия 107.2, не в руках небесных. Вы скажете, как так может быть, а погода, она от кого? Окей, сейчас увидим. Сейчас увидим. То есть, опять-таки, тот же Рабиханина, который утверждал, что есть некая предопределенность, да, герой или слабого, умного, победного и богатого, он говорит очень странную вещь, что некая погода, холод или жара, не в руках небесных. Очень странно, да? Окей. Следующий отрывок, который я подготовил нам сегодня, он из... он из Талмуда Таанид. Написано в блокноте Рабьешуа Бен Леви, знаменитый герой Талмуда, тот, кто родится во вторник, будет богатым, изменяющим своему супругу. Тот, кто родится в среду, в дни недели, будет умным и эрудинным, кто где когда будет играть. «Сказал Рабьеханина, пойдите и скажите так сыну Леви, Мецеда Рабьешуа». С Рабьеханина с ним пытается спорить. «Не мозаль дня, причина, а мозаль часа». Мозаль, переводится иврит, я тут перевел полный перевод, удача, счастье, везение, судьба, звезда, свезда, планета, все в едином целом, это все в едином пакете, это мозаль. Так вот, сказал Рабьеханина, он спорит с Рабьешуа Бен Леви, «Не мозаль дня, а причина всего, причина предопределенности, а мозаль часа». О как, уточняйте. «Тот, кто родился под звездой, под знаком Венеры, будет богатым, изменяющим своему супругу. Тот, кто родился под знаком Меркурия, будет умным и эрудированным. Тот, кто родился под знаком Сатурна, будет праведником». И еще сказал Рабьеханина, «Мазаль делает умным, Мазаль делает богатым». И есть Мазаль у Израиля, у еврейского народа. Итак, Мазаль делает умным, Мазаль делает глупым, и есть Мазаль у Израиля. Да, то есть есть некая предопределенность, есть некая звезда, созвездие, как хотите, да, которые мы называем, Томуд называет Мазаль. И это вот делает умным, делает богатым. То есть родился под правильной звездой умный и богатый, родился под неправильный, ну, извините. «Сказал Рабьеханан в противовес этому, нет Мазаль у Израиля, нет звезды иерейского народа». И откуда мы знаем, что нет Мазаль у Израиля? Как сказано, так сказал Господь Бог, «Утям народов мира не учитесь, и знаков небесных не бойтесь, ибо народы мира будут из знаков бояться, народы мира будут бояться, а Израиль нет». Окей. Рабьеханан нас утешает, что нет Мазаля, нет счастья еврейского народа. Видишь, я шлемазал, такое выражение, человек без везения, без удачи, без Мазаля. Был там фильм «Невезучий», там ставили, значит, комнату в стуль, один поломанный, и невезучий садился на поломанный стул. Это его Мазаль. Он всегда притягивает какие-то такие вот невезучести к себе. Хорошо? Если так, то Рабьеханан нам доказывает, вроде как, что у еврейского народа нет предопределенности, то есть он вне звезд, вне созвездия. Да, но обратите внимание, что Рабьеханан сказал три вещи. Мазаля делает умный, Мазаля делает богатым, есть Мазаля Израиля. Рабьеханан отрицает только последнюю часть этого утверждения. Первые два он абсолютно не опровергает. А именно, Мазаля делает умный, Мазаля делает богатым. Да, то есть, опять-таки, остались мы при своих, что есть некая предопределенность на уровне человека, нет предопределенности на коллективно-национальном уровне и еврейского народа. Хорошо. Опять-таки, теперь, чтобы вас запутать, пойдем в сложный отрывок, который доказывает, что... Окей, посмотрим. Курабиля Зарабин, дата, заработки были ничтожно малы. Да, то есть, в то время мудрецы работали сейчас технически, тяжело работать, мудрецы дала муда. По-честному, по-нашему, он был многостадальный бедняк. Тогда не было пособи безработицы, просто нет. На работе он тяжело работал физически, и часто вынужден даже был рисковать собственной жизнью на работе. И в итоге часто, даже после работы нечего положить им было в рот поесть. Тогда платили подневно. Есть еще сегодня иногда места, где работник платят подневно. То есть, нет никаких контрактов, никаких социальных льгот и условий. Завтра не гарантированно. Пришел, нет работы, до свидания. Человеку платили подневно. И сегодня есть такие места, они мало. Однажды, когда у него нечего было кушать, он взял чеснок и положил его себе в рот. Ослабло его сердце, он упал в голодный обморок. В то время пришли мудрецы, мудрецы Талмуда, проведать и узнать его, как его здоровье. Увидели они рабы Лазара, Лазар Баликдад, во сне, что одновременно он плачет и смеется. И луч света сходит из его головы. Когда пробудился рабы Лазар, то есть, они его не разбудили, мудрец, поняли, что что-то происходит, нужно подождать. Когда он пробудился, спросили мудрецы, что все это значит? Вся эта история, что ты был во сне, плакал и смеялся одновременно. Ответил рабы Лазар мудрецам, сидел со мной во сне Всевышний, пришел его тоже навестить. Как дела, спросить? Спросил я его, до каких пор я буду страдать в этом мире за бедностью своей? Вопрос. Сказал мне Господь, Бог, и Лазар, сын мой, они близки, называют его сын, хочешь, я ради тебя поверну весь мир? Перевод, Сафиру Мирзанова, то есть, уничтожи этот мир, Сафиру Мирзанова. И, быть может, ты родишься в час процветания, перестанешь быть бедняком. О, это то, что у нас сказал, да, значит, Раби Хамина, час, когда человек рождается, он влияет на него. Родишься, ты в час, ты, видно, родился в час, когда магазины были закрыты, процветания нет. А ты родишься, быть может, в час процветания, перестанешь быть бедняком. сказал я, Раби Лазар, перед ним, все это твое усилие оперернуть мир, сотворить его заново. Результат только в том, что, быть может, уражусь в час процветания, то есть, и тут никаких гарантий нет. Быть может. 50 на 50, а быть может и нет. И еще спросил я Всевышнего, годы жизни, которые я уже прожил, их больше или меньше лет, которых мне осталось жить? Опять-таки, согласно Талмуду, человек не знает дня своей смерти и не знает, кому сколько отведено в этом. Это один из ключей, которые Бог не передал человеку. Ответил мне Всевышний, те годы, что прожил ты уже, их больше, то есть, тебе меньше осталось жить. Тогда сказала Господа Богу, если так, не хочу я никаких изменений. Канит 25.1. Да, то есть, что у нас есть? У нас не просто есть человек, у нас есть мудрец Талмуда. У нас есть человек, который общается со Всевышним во сне, которому Бог говорит, сын мой, хочешь родить тебя новый мир в сотворе? Нужно быть очень-очень на серьезном уровне, чтобы мы такого, никто из нас такого не слышал. И общаться со Всевышним, это быть пророком на определенном уровне. И понимать, что тебе говорят, и у тебя есть выбор. Опять-таки, обратите внимание, что здесь у Раби Лазарь есть выбор, он может выбрать и попытаться, как сегодня говорят, обнулить, попытаться новой компьютерной игрой, то есть, в компьютерной херахе жизни. Бог с ним согласен, что у него бедная, нелегкая жизнь. Он говорит, да, это так. Ты, видимо, уродился в некий проблемный час. Я даже готов тебе помочь, но даже я не готов тебе гарантировать результат. Быть может, быть может, уродишься ты в час процветания, и тогда перестанешь быть бедняком. То есть, если мы пойдем по системе, да, значит, вот Раби Йошобин-Левелиром механины, более уточненная система, что час человека его рождения влияет, то тогда, что бы не делал человек, получается, что? Все определено. Действительно, мы находим, что в древнем мире богатым, известным людям делали так называемую карту мира при их рождении. Это называлась вот звездная карта. Это карта рождения человека. Известно, что такую карту из Александра Македонского. То есть, от ней работали много лет. Это карта, при которой устанавливалась положение всех небесных светил в секунду, когда человек рождался. Ну, в минуту, скажем, да. И вот, если проанализировать все небесные тела, которые были, согласно этому астрологическому подходу, то и тогда, вот, мы поймем, каким будет судьба человека. Есть масса истории и в Талмуде, и в Невересской литературе, как разные вещи там македонскому предсказывают. его личность окружена по станции, он умер молодым, захватил весь мир, абсолютно противоречивая, яркая судьба. И поэтому вот этот вот подход, который тогда был в древнем мире, да и сегодня, он умеет место быть, это гороскоп, с которым мы сталкиваемся, Козерогов так-то, Ульвов так-то, Аудеев так-то. Это гороскоп на простом его смысле, да, что когда человек родился, да, он судьбероскоп это некий месяц, да, опять-таки, все знаки зодиака из еврейской традиции или истории или географии земли Израиля, это скоп. Но, в принципе, опять-таки, мы видим, что действительно такой подход был и есть, что судьба играет человеком, все предопределено, и ты плюс-минус в рамках можешь передвигаться, но за рамки выйти не можешь. Казалось бы, Талмуд вот вроде как подтверждает вроде бы как эту версию. Хорошо. Пойдем дальше. Написано в томе Хулин 7.2, написано, в Торе нет никого в этом мире, кроме него. Эйнот бильвадо, так написано в Торе, Дворим 4.35. «Сказал Раби Ханин». Это тот же наш самый Раби Ханин, который постоянно вот рассказывает мнение про судьбу. «Сказал Раби Ханин, и даже колдовство». Что значит «даже колдовство»? Одна женщина пыталась постоянно взять прах из-под ног Раби Ханин. То есть, Раби Ханин дает уроки. Опять-таки, тогда еще не так давно, еще 100-150 лет назад в синагогах не было пола, даже деревянного, и полу просто земля. Вот сидит, дает урок Раби Ханин, и некая женщина пытается взять прах землю из-под ног Раби Ханин. Зачем? Чтобы сделать колдовство и навредить ему. Ока. То есть, нужен именно прах земля из-под ног Раби Ханин. Не рядом, именно из-под Ивунов, где он стоял. Сказал ей Раби Ханин, бери прах прямо из-под наих мон. Он идет и навстречу. Хочешь делать колдовство? Я помогу тебе. Бери прах прямо из-под наих мон. Я знаю, что ты хочешь сделать. Но все равно тебе не удастся в твоих замселках сказано, нет никого, кроме него. Эйно, отбей Раби Ханин такой щедрый, потому что он знает, что ничего не получится. Что даже колдовство, оно в определенных рамках, оно не может победить приказ Всевышний. И поэтому он ей говорит, бери из-под моих ног, все равно ничего не будет. Я проживу, сколько я должен прожить. И еще сказал Раби Ханин, на чек не поднимает пальца в нижнем мире, пока об этом не продолжат верхние миры. Это знаменитое выражение, его используется часто хасидизм, Кабылаеву использует Раби Наханс Бесла про это часто говорил и писал. То есть не поднимая чек пальца в нижнем мире, пока об этом продолжат верхние миры. Если так, то все предопределено. То есть то, что говорит нам Раби Ханин, бери прах из-под моих ног, все, что хочешь, бери, переноси дело, и тебе не поможет. Не потому, что все предопределено. Окей, мы увидим, что опять-таки вот это момента, когда все предопределено и ты не можешь навредить, Талмуд очень сильно не соглашается в дальнейшем с Раби Ханиной. Отрывок про Пурим, который недавно был, да, и не виден и знал где Аман, что нету созвездий планет силы сделать что-то хорошее или плохое, ибо все в руках небес, которые сотворили звезды планеты. Значит, царом Идрашим, это из него отрывок, из Айзенштейна, относится к попыткам Амана вот кидать пур, жребий, да, вот эти вот кубики, которые сегодня в казино, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, то есть он их выкидывал и должно было что выпадать часть 6, да, два одинаковых. И у него не выпадало статистически это невозможно, то есть поздно рано выпадает, и Зезон должен был понять, что на небесах не поддержат его замыселем столь тегрев, но так как он был жрадей, то он не знал и не видел или не хотел видеть, что созвездия и планет нет силы сделать что-либо хорошее или плохое, не от них все зависит, ибо все в руках небес, ибо небеса Всевышний, он над ними, который створил и звездные планеты и дал им соответствующий закон. Ну, известный, известный медраж, который приводит медраж раба, значит, про Авраама, нашего правоотца, да, что наш проотец Авраам говорит, да, наш проотец Авраам был известный астролог, да, значит, распространенная версия, что евреи в Египте, в египетском рабстве начали с астрологии птян, на самом деле все ровно наоборот, они принесли астрологию, в египте, евреи были очень-очень хороши в астрологии, наши многие мудрецы, родины, в Египте, гаудыни из последних были очень-очень хорошими астрономами, и вот наш проотец Авраам, в равилонский Талмуд, Шаббат, 156.2, посмотрел через астрологию на свою мозаль, проотец Авраам знал звезду, от которой родился, посмотрел через астрологию, на него, и увидел, что в будущем у него нет детей. Все, это судьба. Сказал ему Всевышний Авраам, це, вместо на гимшелха, выйди из своей астрологии, ибо нет мозаль у Израиля, то есть ты был Авраам, ты будешь Авраам, и станешь евреем, а у Израиля нет звезды. Если скажешь, что знак твой Сатурн, и стоит он на западе, это видимо вот звезда, планета подкорбился Авраам, Сатурн, то я, Всевышний, творивший Сатурн, перенещаю его на восток. И больше, не меньше. То есть, так Талмуд и Медра Шаба объясняют этот смысл, что Тора говорит, Авраам вывел его наружу, вывел его наружу, можно понять физически, он находится где-то в закрытом помещении, тем не менее, и Раши, и Талмуд понимают совершенно по-другому, да, значит, хотя в Торе написано, что вывел его, сказал, посчитай, как звезды небесные, все это так, а тем не менее, вывел его из его астрологии, да, то есть, Авраам действительно был великим астрологом, так наша традиция, но даже над этими законами, которые, несомненно, имеют место быть, есть Всевышний, который говорит, ты станешь евреем, ты не будешь подчиняться этим законам, да, то есть, мы видим опять-таки, что есть одновременно некая предопределенность и одновременно она же отсутствует, то есть, Всевышний не спорит, что есть некая предопределенность, он, сам Всевышний, Установил эту предупределенность. И он же, когда нужно, находит способы обходить. Это то, что у нас называется категория «чудо». Чудо – это возможность обойти существующий закон, получить неожиданный результат, который не должен, казалось бы, получаться. Поэтому, я думаю, мы сейчас остановимся здесь. А, вопрос. Вопрос от Димы. Рамбам. А тот, кто совершил действенное осторожное астрологическое прогноза, спланировал свои поступки в соответствии с этим астрологом, получает телесное наказание, по-другому, не предсказывайте периоды. Спасибо, Дима. Мы увидим, опять-таки, что это очень суровое мнение Рамбама, который тоже был прекрасным астрономом. Тем не менее, мы увидим в дальнейшем, что можно прислушиваться и опасаться немножко астрологии. Мы увидим это. Поэтому, опять-таки, ответ, он здесь однозначный и неоднозначный одновременно. Действительно, опять-таки, мы идем по Рамбаму. Вот, Рамбам говорит, вообще не слушайте астрологию, не слушайте астрологию, не слушайте астрологию, не слушайте ничего. Мы видим, что в Палмодии были мудрецы, которые говорят, ну-ну-ну, стоит все-таки послушаться или прислушаться. Или есть даже, которые говорили, вон, у Рамбии, чтобы не было здесь напрямую, как человек родился, так и будет. И просто прислушиваться, что повлияло на всю его судьбу. Поэтому, опять-таки, мы... Пожалуйста, Дим, да. Да, но вы же нас учили постоянно, что есть мнение, а есть Аллаха. Поэтому мнение в Талмуде может 256 штук, а Аллаха одна. И вот у нас Аллаха ли Маосе перед нами по Рамбаму, по Маймониду. Это Аллаха Рамбама, Дима. Окей. Мы опять-таки, нам важно... Мы видим, откуда Рамбам ее берет, но чтобы понять конечную Аллаху, Пашханруху и сегодня, да, нам важно понять и спорные противоположные мнения. То есть на что опираются мудрецы, которые говорят, что да, можно прислушаться к этому мнению. Я упоминал на прошлом уроке в разделе фейк-ньюз. Хорошие новости. Сегодня не было фейк-ньюз на нашем уроке. Это был Галкан нашел. Фейков, слава Богу. Так вот, Герсонида Ральбага, которого, значит, я упоминал, что нет его комментария на книгу Иошуа, на книгу Ишаяу. Так вот, Ральбага как раз не воспринимали. Он был астроном. Из-за его учености, из-за его философии астрономии не хотели очень часто принимать его гавинские комментарии на Тору и на другие места. Поэтому видим, что часто вещи переплетаются. То же самое было у Рамбама. Рамбама мы говорили, на первом раке обвиняли, что он аристотелевец. Он поклонник греческой философии. Я вам ровно это опроверг. То есть Рамба был очень логичен и строен в своей системе. Но мы сказали одновременно, что он спорил с Аристотелем, греческой философией, говорил, у греческой философии не было традиций. Поэтому действительно комплексный взгляд человека, очень часто, часть взглядов этого человека мешает нам понимать другие его взгляды. Это то, что было с Рамбом, это то, что было с Герсонидом. А поэтому, еще раз, это Галаха, который Рамбам выводит в Мишне Тора, по которой вот еменские евреи идут. Мы увидим, как это другие мудрецы восприняли, потому что они цитировали Дмитрий Сорталмуда. Нам важно видеть весь комплекс. Хорошо? Вот поэтому мы опять-таки сейчас будем вот в это время, воскресенье, вторник, четверг, следующий рок, послезавтра, в четверг, 16 по Среднеевропейскому, 17 по Иерусалиму, Киеву. Спасибо за внимание. Вопросы? Правдиво. А вот этот Вихискеле, там не Шама или Несюш? Вихискеле? Там, одну секунду, одну секунду. Значит, Вихискеле, значит, предложение, которое говорит пророк, там, по-моему, ни то, ни другое. Одну секунду. Секунду, побежал этот посылок. Пока Равзеев ищет, я могу добавить, есть такой Барух Горин, знаете, да? Он научный, скажем, консультант издательства «Книжники» в Москве. И он рассказывал, они несколько лет назад издали книжку «Ибнезры» по поводу астрологии. Изначально они думали, что это, ну, мертвый тираж, никто его не купит, никому оно не надо сейчас. Такая была астрономия при «Ибнезре» и сейчас. В итоге астрономия. В итоге они издали книжку, рискнули. Пришли очень странные люди. Бороды по полтора метра. Одеты очень специфически и разговаривают таким с акцентом. И эти люди скупили почти весь тираж. И Барух Горин говорит, мне так было интересно, кто они такие? Я подошел к одному из них и спросил, вы кто? Он говорит, вы что, не знаете? Они какие-то потомки сикхов. У них там своя индусская тусовка. И на этой индусской тусовке, многочисленной очень в России, сказали, что вышел труд в переводе на русский «Ибнезры». И они пришли и скупили весь тираж. На секунду. Чтобы изучать или чтобы никто другой не изучал? Изучать. Ибнезра был видающимся астрологом. Помните, мы говорили, что Ибнезра говорит «Урим в Этумим», которые были на груди. На самом деле это астролябия. Астролябия у первосвященника. Это очень интересно. Вот так вот, Таня, я нашел. И вот в этом предложении Хескель не говорится ни то, ни другое. То есть речь идет именно о том, что люди думают. Тут нет никакой души вообще ничего. Что евреи думают, что что отцы кушали сырое, а зубы детей потемнеют. Это ретический вопрос. Конечно же, нет. То есть это не связано даже с душой. Это связано с неким выбором отцов и выбором детей. Что дети не отвечают за то, что отцы кушали что-то не то. Тут душа вообще никак не упоминается. А, может, вы в комментарии потом... Было это слово. Я сразу не стала вас спрашивать. Вот лучше бы сразу. Нет, тут нет, нет, нет. Нет, именно вот что... И Хескель был анти-детерминист. Ровно наоборот. Подчеркивал, что каждый должен о себе заботиться, а не отмазываться там какими-то неудачами, что это про отцы его наделали. Вот, хорошо. Тогда всем большое спасибо. Тогда до послезавтра в четверг. Спасибо, Натан, за это вот. Убрали разных нехороших дядей. Бантус такое средство было. Хорошо, я хочу сказать, пускай дарит в записи будет. Я, честно говоря, ко всем прочим сложностям, которые в жизни теперь добавляется, это тоже. Я не вижу другого, кроме как и обуславливать пароль для каждого нашей урока. Потому что, честно говоря, ну, дополнительным как бы трабл, с которым еще это добавится. Но, с другой стороны, та неприятность, которая была, это уже как бы все-таки ее целью накладить, так жить невозможно. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание сейчас. Те, кто будут видеть эту запись, если вы где-то видите линк, соответственно, свяжитесь со мной одним известным способом. Есть мои WhatsApp, есть Telegram, есть Facebook. Каким-то образом найдите нас и установите со мной связь, и узнайте пароль. Ну, и, соответственно, в нашем чате Бнойнох рядом со всеми линками будет стоять пароль. Иначе не очень понимают, что делать, потому как это мало чем приятно. Дегенератов по жизни хватает и так мало, иначе как бы. Еще однайм провезли. Ну, да, последний раз с такими ребятами у меня встречался где-то 40 лет назад. Ну, как бы уже это, дежаву как бы, я сказал. Отвыкли уже.